Что характерно, любили друг друга? Знаешь, как она меня называла? Никто не знает. Я ей говорю, Санюшка, а она мне Метюнюшка. Я ей говорю, Санюшка, а она мне Метюнюшка. Добрый вечер всем, кто слушает радио «Маяк Псков». Я, Дина Добрешута, на ближайшие полчаса с вами. Поздравляю всех с первым декабря, с первым днем зимы. Для тех, кто не знает, сегодня также щедрый вторник. Это хороший повод поговорить о благотворительности, чем мы в ближайшие полчаса и займемся. И для этого у нас в гостях председатель совета «Добрый город» Семен Никонов. Добрый вечер. И куратор фестиваля «Сила вместе» Надежда Николенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, Семен Юрьевич, наверное, к вам. Расскажите подробнее нашим радиослушателям про щедрый вторник. Что это за день? Откуда он взялся? Взялся он с 2016 года. Он отмечается, вообще он всемирный день благотворительности. И Россия сразу же к нему тоже присоединилась. И фонд «Добрый город» с 2016 года также является координатором этого мероприятия на территории Псковской области. Для чего существует этот день? День существует для того, чтобы, во-первых, показать, что благотворительность есть и важна. То есть наверняка наши радиослушатели знают, что такое флешмоб. Конечно, это уже все знают. Поэтому это такой всемирный флешмоб получается. Цель флешмоба – это привлечь внимание к тому или другому факту, который у нас существует. Вот этим днем мы хотим привлечь внимание к благотворительности. Зачем нужно заниматься благотворительностью? Кто занимается благотворительностью? И кому и как нужно помогать? И вот, собственно говоря, этот день посвящен этому, и в этот день действительно многие говорят о благотворительности, и даже наши звезды говорят о благотворительности, и даже наши землячки всегда. И вот мы сегодня сидим и говорим о благотворительности. благотворительности, да, поэтому вот и к этому дню общественные организации Псковской области подготовили много различных благотворительных акций, которые проводятся, ну, как до, так и после, ну, обычно это в течение месяца проводится, да, вот, чтобы, опять же, привлечь внимание к этому дню. Ну, и обычно спрашивают, ну, вот всегда нужно говорить, стоит ли вообще рассказывать о том, что ты благотворитель? Ну, такой вопрос моральный, я бы сказала, вопрос сложный. Да, ну, вот всегда я на этот вопрос отвечаю так, это делается не для того, чтобы рассказать, что какой я хороший, и я такой благотворитель, я там миллионы рублей трачу на благотворительность, нет, это делается для того, чтобы человек мог осознать, что вообще он не один в этой сфере, в этом направлении благотворительности, а их много, этих людей, и каждый даже пожертвовав небольшие деньги, либо сделав какую-то маленькую вещь, поучаствовав в чем-то, он уже благотворитель, то есть благотворителем на самом деле может стать каждый человек. Вы председатель совета фонда «Добрый город». Расскажите, что это за организация и тоже как давно она существует? Фонд у нас зарегистрирован в 2015 году, и он называется «Фонд развития местного сообщества». Мы его специально так назвали, а местное сообщество – это мы с вами. Это люди, которые живут на той территории, где существует у нас фонд. Это мы, это бизнес, это власть, которая есть, это общественные организации, которые у нас тоже существуют. То есть это вот все про это. И мы, конечно же, взаимодействуем со всеми вот этими людьми и организациями для того, чтобы жизнь в нашей Псковской области стала немножко лучше и добрее. За пять лет у вас наверняка уже есть чем похвастаться, что показать, по крайней мере. Да, показать у нас есть что, и наши показки и раскраски можно посмотреть в нашем ежегодном отчете, который мы делаем. На сайте, если вы зайдете на сайт доброго города, добро-псков.ру, то вы там обнаружите ежегодный отчет, начиная с 2015 года, где мы рассказываем, что мы делаем и сколько мы денег заработали, и куда мы их потратили. Это наша принципиальная позиция, что мы должны отчитываться за те деньги, которые мы собираем. И за это время у нас было несколько, ну, как бы, и есть несколько проектов, которые уже идут достаточно долго. Может быть, многие слышали про такую акцию, как круг благотворителей. Мы таких кругов провели шесть, и не только в Пскове, но и в районах области. И собрали больше 300 тысяч рублей на более чем 20 проектов, которые уже реализованы, социальные проекты. Также у нас был проект «Город идей». Это по благоустройству придомовых территорий, и там участвовал наш псковский бизнес. Ну, конечно же, это вот наш «Щедрый вторник», о котором мы сегодня говорим, и акции, которые приурочены к нему. Ну, и также, в том числе в период пандемии, мы уже, занимаясь в том числе и прямой адресной благотворительностью, были вынуждены заниматься ей, да, в силу разных обстоятельств. Вместе с фондом «Дари еду» и одной из лент, вот, вы можете прийти и там, соответственно, поучаствовать тоже в благотворительности, купив продукты, которые нужны людям, и наши волонтеры приедут за берут, и, соответственно, передадут эти продукты нуждающимся. Сегодня, 1 декабря, не только мы говорим о благотворительности, вот, о «Щедром вторнике», вот, особо-то концентрировано, но и помним, что открывается, открылась выставка «Мы есть». Надежда, расскажите о ней. Да, сегодня открылась выставка, и даже можно сказать выставки, потому что у нас шесть площадок, на которых работает эта выставка, и вообще она как раз и приурочена к «Щедрому вторнику», и именно поэтому она открылась 1 декабря. Как уже Семен сказал, «Щедрый вторник» — он для того, чтобы рассказывать про благотворительность, и мы решили не только рассказать, но и показать. На этих выставках представлены фотографии 30 некоммерческих организаций и инициатив общественных Пскова, на которых на этих фотографиях изображена их работа, их деятельность повседневная. И те, кто пойдут смотреть эти выставки, а их можно посмотреть в галерее и цех, в торговом комплексе «Империал», в библиотеке «Радуга», которая на запускании находится, в Доме офицеров, в кинотеатре «Победа», и шестая локация в Псков-ГУ, центральный корпус Псков-ГУ. На каждой фотографии есть QR-код. Один рассказывает про организацию, а второй рассказывает про фестиваль некоммерческих организаций, который вот грядет 12-го числа. Сначала вот хочется подробнее еще про выставку. Вот на этих шести площадках фотографии одинаковые или разные? Есть повторяющиеся фотографии. То есть, чтобы собрать полную картину, нужно посетить все шесть площадок? Это, конечно, желательно. Хорошо. А сколько будет времени на это? Как долго эта выставка будет работать? Выставка будет точно работать до 13 декабря. И самое большое количество фотографий представлено в галерее и цех. Поэтому, может быть, есть смысл начать осмотр выставки с этого места. Повнимательнее? Да. А кто эти фотографии делал? Эти фотографии мы попросили, чтобы нам их предоставили общественные организации. Поэтому это вот их фотографии, которые они делали во время своих мероприятий, своих акций, когда они взаимодействовали со своими благополучателями. Разговаривая с вами, я думаю о том, что, во-первых, осмысливая вот то, с чем мы начали разговор, про то, что о благотворительности нужно рассказывать, да, и вот осмысливая вот эту идею, хочется поговорить и об осознанной благотворительности. То есть человек не просто шел мимо, увидел, что кому-то нужна помощь и решил вот таким движением сердца просто сопутствовать, вот что-то сделать, а он целенаправленно вот что-то делает. Вот расскажите, зачем такая благотворительность нужна и вот что, по-вашему, может к ней привести, скажем так? Да, абсолютно такой вопрос в точку, потому что вот о чем вы рассказываете, когда человек идет и, значит, бросает деньги на ветер фактически, да, значит, она присутствует в 99% случаев. Значит, поэтому вот родился этот термин осознанной благотворительности, и сюда же можно прицепить еще один термин – это эффективная благотворительность. Значит, есть несколько фаз осознанной благотворительности. Значит, первая фаза – это когда человек вообще осознает, что он хочет кому-то помочь. Это, не знаю, он может помогать людям, животным и так далее, за экологию бороться. Ну, то есть у него вообще приходит к нему осознание, что он хочет помогать. Вот не могу, прямо хочу помогать. Он это осознал в себе. Потом наступает вторая фаза. Он должен понять, ну, к кому он может присоединиться в этой ситуации, да, найти организацию, либо людей, которые близки ему по духу, и с которыми он может разделить вот это удовольствие, эту радость, благотворительность. Ну, для того, чтобы их найти, надо, конечно, познакомиться с тем спектром, в том числе, общественных организаций, которые есть, и прийти на выставку в галерею цех, например, да. Вот. Поэтому, значит, после того, как он нашел этих единомышленников и ту организацию, он приходит к следующей фазе, это уже непосредственно участие. То есть нужно принять, прям попробовать, да, то есть вообще это мое, не мое, может, я никаких людей нашел. Вот. То есть надо прийти, поучаствовать, там, поволонтерить, там, помочь этой организации и понять, что мое это или не мое. И тогда наступает последняя фаза, ты должен об этом рассказать. Потому что, когда ты об этом рассказываешь, ну, как бы твои знакомые, значит, и незнакомые люди начинают, ну, тебе верить. Потому что ты же это осознал, пропустил через себя этот импульс благотворительности, да. И, соответственно, ты уже понимаешь, кому ты помогаешь, с кем помогаешь, чем организация, которой я помогаю, вообще занимается. И возникает доверие к этим организациям, благотворительным в том числе. И это важный момент, который всегда обсуждается в некоммерческом секторе, доверяют вообще некоммерческим организациям или нет, и почему не доверяют, да. Поэтому это важный момент. И тогда уже этот человек, который рассказывает, он фактически становится таким послом уже доброй воли, да. Популяризатором. Популяризатором, да, потому что это не рассказывает, там, руководитель этой организации, да. Заинтересованная наверняка. Да, наверняка, да. А рассказывает человек, который пришел в эту организацию и остался в этой организации. Вот это осознанная благотворительность. А эффективная благотворительность, это когда ты помогаешь и понимаешь, что твой рубль, который ты дал в эту организацию, он прирастает другими деньгами, другими возможностями, и с этой организацией можно спросить, куда ты эти деньги потратил вообще. Потому что это в вашей истории, мы же не знаем, куда этот рубль делся. Что человек с этим рублем сделал? Он его проел, он его пропил, он его подарил, у него его отняли. То есть мы не знаем дальше судьбу этих денег вообще никак. Получается, осознанная благотворительность – это такая большая предварительная работа. Как все-таки при выборе тому, кому помогать, не нарваться на мошенников? Потому что, к сожалению, очень часто люди сталкиваются и отталкиваются от идеи вообще благотворительности из-за того, что слышали о каких-то мошенниках. Ну вот у нас несколько, мне кажется, месяцев назад по городу ходили такие странные субъекты с ящичками для пожертвований. Они время от времени появляются. Да, время от времени они появляются у нас в городе, к сожалению. И, значит, подходят они к человеку и говорят, ну вот пожертвуйте. Дают фотографию ребенка. Очень часто. Что вот он прямо очень такая фотография впечатляющая, скажем так, да, и есть желание сразу пожертвовать. Я вступил в диалог с таким субъектом. И, значит, я говорю, ну так вот куда дальше эти деньги пойдут? Есть ли у вас документы, подтверждающие, что вы действительно работаете в этом фонде, что вы волонтер этого фонда, да, и так далее? Ну, человек как-то быстро ретировался уже и, так сказать, не стал отвечать на эти вопросы. Но на самом деле, действительно, мы, значит, нормальные организации, нормальные фонды, значит, в автобусах деньги не просят, как мы понимаем. На улицах тоже деньги не просят. Значит, это, ну, наверняка многие знают, что у нас есть традиционные там точки, да, например, там в гипермаркетах собирают, да, то есть это все согласованные мероприятия, естественно, да. Значит, мы понимаем, на что эти собираются деньги, какие организации, то есть мы эти организации знаем. Тут вдруг какие-то ходоки пришли из других вообще, это вообще не местные фонды, они где-то зарегистрированы там, кто-то в Нижнем, кто-то еще в других городах был зарегистрирован, поэтому мы вообще не знаем, что там происходит. Поэтому вот из таких историй рождается недоверие. И человек что должен сделать? Конечно, если он увидел, ну, что кому-то нужна помощь, он должен, конечно, зайти на сайт этой организации и посмотреть, действительно ли такая организация вообще существует в природе. Есть ли там на этом сайте отчеты, да, вот о которых мы говорили. Сколько денег они собирают? Есть ли такая программа вообще, на которую собираются деньги? И вообще, ну, история этой организации, то есть в организации есть репутация некая, которая складывается, конечно, не за один год, как мы понимаем. Поэтому это долгий процесс, и поэтому, конечно, многие организации годами работают. Если мы сейчас выйдем, не знаю, на улице Пскова и спросим, ну, какие организации вы знаете? Интересно, что бы ответили жители, кстати. Ну, скажем, сто процентов назовут где-то пять организаций, которые в основном на слуху, да, это там Детский фонд, Красный крест, значит, может быть, Союз пенсионеров назовут, зоозащитная организация назовут, да, ну и все. Ну, то есть больше вот, больше наверняка никто ничего не сможет сказать. Хотя мы сейчас проводим опрос, и знают ли псковичи какие организации. И с результатами этого опроса мы как раз где-то через две недели познакомим всех. Почти через две недели, чуть меньше, кстати, будет еще одно интересное событие. 12 декабря фестиваль «Сила вместе», о котором Надежда уже упомянула, но я намеренно ушла от продолжения разговора в тот момент. Надежда, расскажите, что это будет за фестиваль? Фестиваль некоммерческих организаций «Сила вместе». Он для того, чтобы горожане могли познакомиться с общественными организациями, узнать, чем они занимаются. У нас сложилось такое впечатление, что эти информационные поля, они иногда не пересекаются. Люди не знают, сколько у нас организаций общественных работает в городе, что конкретно они делают. И многие люди хотят помочь или хотят участвовать в работе общественных организаций, но, может быть, не знают, где найти такую организацию, чтобы с ней сотрудничать. И для этого мы хотим провести такой фестиваль. Мы, конечно, надеялись, что он будет как городской праздник, примерно такого формата, но сейчас мы переехали в онлайн, и фестиваль будет транслироваться на YouTube-канале Центра устойчивого развития Псковской области и в группах ВКонтакте тех организаций, которые участвуют в нем. А участвуют в фестивале примерно 17 организаций. Мне кажется, так. Внушительная цифра. Да. И эти организации в ходе фестиваля будут сами проводить небольшие мероприятия, которые взаимосвязаны с работой этой организации. Например, клуб «Семьи и добрососедство вместе» проводит виртуальную экскурсию по району Овсящи, Овсящи в Алмазах. Это прекрасно звучит. Одно название уже вдохновляет. Да. Или клуб «Северная ходьба-палки» проводит мастер-класс о том, как заниматься северной ходьбой, как правильно выбрать палки. Организация «Дорога жизни» – это организация, которая оказывает психологическую помощь. Они проводят бесплатные психологические консультации, можно записаться. Есть бесплатные юридические консультации, консультации логопеда. В общем, очень большая программа, и она будет прямо на весь день. С 10 утра мы начинаем и к концу, к вечеру заканчиваем концертом бардовской песни. Тоже онлайн, но всё-таки он будет. Да, всё это будет онлайн, и можно подключаться на то мероприятие, которое интересно, и смотреть и участвовать в нём. Плюс мы подумали, что, чтобы заинтересовать людей участвовать, и для того, чтобы поддержать их, рассказывать про организации, мы завершим всё это мероприятие, скажем так, квестом. Будут задания, которые будут давать организации, и за это задание мы подготовили интересные подарки. Даже в наше непростое время можно себя занять, занять с пользой. И получить подарок. Получить за это подарок, да. И получить вообще очень хорошие эмоции, наверняка. Вы сказали, что будет принимать в этом фестивале 17 организаций. А существует ли вообще какой-то список, какая-то карта, где можно с организациями, которые занимаются благотворительностью, познакомиться? Да, списков вообще довольно много существует. И в целом у нас в области зарегистрировано что-то, какое-то огромное количество организаций. И в прошлом году мы, как раз тоже к щедрому вторнику, мы подумали, что было бы здорово собрать в одном месте организации, которые работают и которые активно работают в городе. И сделали карту бумажную, карту Пскова, на которой отмечены все некоммерческие организации. Её можно посмотреть у нас на сайте. Электронную версию можно взять бумажную у нас в офисе. А в этом году мы сделали такую интерактивную карту, где уже отображены большинство организаций области Псковской. И она тоже есть у нас на сайте. Там можно зайти на него и посмотреть организации по тематике. К сожалению, наше эфирное время закончилось, но я думаю, что о самом главном мы поговорили. Поговорили о благотворительности. Сегодня у нас в гостях были председатель совета «Добрый город» Семён Никонов и куратор фестиваля «Сила вместе» Надежда Николенко. Спасибо большое. Я, Дина Добрешута, прощаюсь с вами. До новых встреч и творите добро.